Привыкаем к новому названию музея. Теперь он Щелковский историко-художественный. И первая выставка, которую коллектив объединившегося с художественной галереей учреждения культуры организовал, отвечает в полной мере этому названию, статусу и возможностям. «Русский орнамент» — совместный проект с Московским государственным объединенным музеем-заповедником Коломенское-Измайлово. С Щелковским музеем у нас сложилось знакомство, такое немножко заочное. И, наконец, мы смогли сюда привезти выставку и уже познакомиться не только с музеем, но и с жителями Щелково. Русский орнамент является заметным явлением в мировой художественной культуре. Эти узоры той или иной степени причудливости сопровождали человека во всей его повседневной жизни. Их наносили на посуду, одежду, церковную утварь, мебель, стены жилища, книги, ювелирные изделия, изразцы. Причудливые переплетения линий, ветви, цветы, изображения людей и животных — все это создавало неповторимые по красоте произведения русского искусства. Представленные в экспозиции нашего музея образцы относятся к периоду с XI по XVIII век. Экспонаты нужно рассматривать медленно, вдумчиво, в деталях. А деталей очень много — от буквиц и заставок из рукописей до вышивки на крестьянских полотенцах. На волне подъема национального самосознания после войны 12-го года наше, русское, красивое стали искать и собирать. Профессиональные художники детально зарисовывали орнаменты, отпечатывались литографии, которые составлялись в альбомы и издавались. Для кого это было нужно? Это было создано для художников, которые как раз творили в русском стиле. Это было нужно для мастеров кустарного производства, промышленного производства. Ну, это, по сути, просто образцы для вдохновения, ну и для использования каких-то конкретных художественных работах. Ну и, конечно же, для ценителей древнерусского искусства. Эти альбомы, кладезь древнерусского искусства, издавались очень маленькими тиражами и сразу становились библиографической редкостью. Они встречаются только в крупных музейных собраниях и библиотеках, так что увидеть их – большая удача. В Щелковский музей приехали страницы таких альбомов из собрания Московского музея-заповедника Коломенское-Измайлова. Вот такой орнамент, где вы сами нигде не увидите. Это орнамент со стола царевны Софьи. Он, видимо, сохранился в оружейной палате и старателями был найден, зарисован и потом опубликован. Это, скорее всего, был подстолье, карнизик такой расписной, потому что на столе оно быстро бы стерлось, хотя, кто знает. Не каждому подмосковному музею так повезет наладить сотрудничество с крупным московским музеем, таким как Коломенское-Измайлова, отметила на открытии выставки председатель комитета по культуре и туризму Анастасия Кот. Новый статус открывает новые границы. Все новое, когда базируется на старом, то это обозначает сохранение традиции. И то, что мы перестали быть краеведческим, это не значит, что мы забываем и закрываем эту страницу. Но, с другой стороны, открывается больше пространств, больше возможностей для реализации проектов нашего музея. И если раньше название и специфика учреждений нас держала в каких-то рамках, то сейчас мы можем мыслить гораздо шире. Название изменилось, фирменный стиль остался. Гостей церемонии открытия выставки порадовал небольшим концертом «Друг музея» в семейный струнный ансамбль под руководством Екатерины Пургиной из Матищинской детской музыкальной школы. Выставка «Русский орнамент» будет работать в Щелковском историко-художественном музее достаточно долго, до 22 июля. Все желающие успеют посмотреть. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.